В объятиях Сурии Али-Исра ночной перенос. Хвала Аллаху, который ночью перенес своего раба, чтобы показать ему некоторые из своих знамений из заповедной мечети в мече Талакса. Я свидетельствую, что не божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого неся товарища, и свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад и его раб и посланник. Да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейства, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до Судного дня. А затем Всевышний Аллах поддержал своих посланников, мир им всем, чудесами, среди которых чудо Исра и Мирадж. Всемогущий Аллах говорит, Субхана ладзи асраби абиди хилайлам минал масджиди л-харами илал масджиди л-а-кусал ладзи барак на хавла Пречист тот, кто ночью перенес своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений из заповедной мечети в мечеть Ал-Акса, окрестностям которой мы даровали благословение. Воистину, Аллах слышащий, видящий. Сура ночной перенос, аят 1. Причем, тот, кто сосредоточенно размышляет над этим божественным чудом, обнаруживает, что оно содержит много поучительных уроков, в том числе, во-первых, величественный и могущественный Аллах обладает абсолютной силой, ибо воля Его не подвластна причина следственным законам. Аллах Свят, Он Велик, говорит, «Иннама амруху, ида арада шеян, айякуля лау куму фаякун». Когда он желает чего-либо, то стоит ему сказать, будь, как это сбивается. Сура Ясин, аят 82. Во-вторых, за каждой тягостью наступает облегчение, а за каждым несчастьем наступает счастье. Так, после того, как пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, претерпел много зла от многобожников на пути донесения посланий своего Всевышнего Господа, чудо Исра и Мирадж произошло в честь и поддержку его, оказавшись примером облегчения, наступающего за тягостью. Аллах слава ему и величие говорит, Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение, за каждой тягостью наступает облегчение. В-третьих, тот, кто проявляет рабство перед Аллахом, имеет великое положение. Всевышний Аллах говорит, Он внушили своему рабу Откровение, суразвизда, аят 11. Так, проявление рабства перед Аллахом это большая честь и гордость для нас. Оно есть цель, которую Господь назначил своим творям при их создании, а к нему все пророки настоятельно призывали людей. В-четвертых, продемонстрировано замечательное достойность мечиты Аллахса. Мечита Аллахса является местом ночного переноса пророка Мухаммада, мир ему благословене Аллаха, из Мекки. Она также является местом, откуда совершил вознесение на высокие небеса пророк Мухаммад. Мечита Аллахса была первой киблой, в сторону которой мусульмане обращались во время молитв и третьей святыни Ислама после мечиты Аллахарам в Мекке и мечиты пророка в Медине. Мы просим Всевышнего Аллаха укрепить героев, стоящих на ее страже, и прекрасным образом вернуть ее мусульманам. В-пятых, продемонстрированы великое положение, достойность, и специфика намаза. В ночи, когда посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и привильствует, был вознесен к Сидрату Мунтаха. Сидрату Мунтаха – это дерево под названием лотос крайнего предела на седьмом небе возле престола Аллаха. В ночь, когда посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и привильствует, был вознесен к Сидрату Мунтаха, ему была дана пятикратная молитва, были дарованы последние аяты, ссоре, корова, и было обещано, то, что приверженцам его умы будут прощены грехи, если они не приобщались со товарищей к Аллаху. В-шестых, продемонстрирована общенность разных религий. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах, и привильствует, говорит, все пророки-братья, их религия одна, а шариаты разные. Все пророки собрались в ночи, Исра и Мирадж, а пророк Мухаммад, мир ему благослови, и Аллаха, совершил намаз вместе с ними, будучи имамом. Они все приветствовали его и взывали к Аллаху за него. Сыдмих, необходимо принимать во внимание надлежащие причины. Когда пророк Мухаммад, мир ему благослови, и Аллаха, прибыль в Иерусалим, связал Аль-Бурака, Аль-Бурак это длинное, белое животное, выше осла и ниже мула. Пророк, мир ему благослови, и Аллах сказал, «Затем я привязал его к кольцу, используемому пророком». Восьмих, искренне верующие отличаются от других людей. Рассказывается, что некоторые люди поспешили к Абубакру, садыку, и сказали ему, «Не пойти ли тебе к твоему приятелю, о Абубакр?» Он утверждает, что этой ночью побывали в Иерусалиме. Абубакр спросил, «Он так сказал?» Они ответили, «Да». Абубакр сказал, «Если он так сказал, значит, это правда». Они воскликнули, «Неужели ты веришь ему, веришь в то, что ночью он отправится в Иерусалим и вернуться еще до рассвета?» Абубакр сказал, «Да». Я поверил бы ему, даже если бы он сказал нечто еще более удивительное. Поистине, я верю вестиям, которые он получает с небес утром или вечером. За это Абубакра прозвали «Асадык», что в переводе с арабского означает «правдивый». Вот что я хотел вам сказать. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение печати всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье с подвижником и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до судного дня. У моих братьев в исламе, как Сура Али-Исра рассказывает об этом благословенном путешествии, она так и говорит о благочестии к родителям. «Аллах Всемогущий и Велик изрек «Ва калла Раббука «Алла Та'абуду «Илла Ийяху «Вабилу Алидейни Ихсана»» «Твой Господ приписал вам не поклоняться никому кроме Него и делать добро родителям». Сура Ночной перенос аят 23. При этом Всевышний Аллах предал матери больше внимания, поскольку она прилагает неустанные усилия во время беременности, кормления грудью и воспитания детей. Всемогущий Аллах сказал Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением. Сура Лукман аят 14. А также сообщается, что Абу Хурай да будет доволен им Аллах сказал Как-то раз один человек спросил О посланник Аллаха кто из людей более всего достоин того, чтобы я с ним хорошо обходился? Пророк сказал Твоя мать Человек спросил А кто потом? Пророк сказал Твоя мать Человек спросил А кто потом? Пророк сказал Твоя мать Человек снова спросил А кто потом? Пророк сказал Твой отец Кроме этого благородный исламский шариат считает благочестие к матери одной из важнейших причин удовлетворения всемогущего Аллаха Передается, что какой-то мужчина пришел к посланнику Аллаха Мир ему благословение Аллаха и сказал ему О посланник Аллаха Поистине я желаю сражаться на пути Аллаха вместе с тобой стремясь к лику Аллаха и вечной обители Пророк сказал ему Жива ли твоя мать? Мужчина сказал Да Пророк сказал Возвращайся и проявляй почтение к ней Однако мужчина продолжал настаивать на участии в дихаде Тогда Пророк Мир ему благословение Аллаха ему сказал Горе тебе будь у ноги ибо там рай Благословение Благословение за нее поддерживая хорошее отношение с теми кого она любила Посланник Аллаха да благословите его Аллах и приветствуй сказал Высшее проявление почтительности состоит в том чтобы человек поддерживал хорошее отношение с теми кого любили его родители В заключении мы отмечаем крайнюю необходимость послушания и повиновение правителю и представителям власти во всех национальных государственных институтах каждому в своей компетенции и специальности Всевышний Аллах говорит Если вы не знаете то спросите обладателей напоминания то есть спросите компетентных людей Итак согласно исламовскому шариату необходимо полностью отказаться от какого-нибудь нарушения или посягательства на роль и полномочия государственных учреждений В то же время Министерство вакуфов Египта предостерегает отследование за подозрительными электронными страницами и сайтами подчеркивая что не следует принимать какие-либо инструкции или указания по каким-либо публичным вопросам кроме от официальных веб-сайтов государственных учреждений каждого в своей компетенции и попороченной ему работе О Аллах укрепи нас на Твоей религии обереги наших отцов и матерей защити наш Египет и все страны мира укрепи нас Продолжение следует...